Теперь, на предыдущем уроке мы говорили про свободу выбора и то, что написано впрямую в Торе. Творец предлагает нам и говорит, и выбери жизнь. Так, мы выясняем, как происходит этот выбор. А может быть, есть какие-то люди, и мы можем это посмотреть по Торе, у которых нет свободы выбора. Я хочу вам привести пример. Когда Творец открывается Муше на горе Синай в первый раз, в первом пророческом виде в горящем кусте. Он говорит, прежде всего, 7 дней Муше не соглашается идти, почему он боится обидеть Аарона. Это первое. Другое, то, что объясняют наши мудрецы, прошло всего 209 лет египетского плена. А у Авраама сказано было, что 400 лет будут твои потомки пришельцами в земле чужой и превратят их в рабов, и будут угнетать их 400 лет. Третье. Он не хочет быть посланником Творца. Если Творец это исполняет через посланника, значит, будут еще это, то, что еще галуты, еще изгнанник. А Творец открывает ему свое имя и говорит, «Экье, ашер Экье». Я буду с ними в этой беде, я буду с ними в будущих бедах. То, что хочет Муше, чтобы Творец сам вывел еврейский народ без посланников. И тогда Творец открывает ему знак. Я недостоин, и чем они заслужили? Евреи. Прошло 209 лет только. И тогда Творец ему говорит, «Когда вы выйдете из Египта, вы послужите мне на этой горе. Я в Дуни а-ля-разе». И это то, что в свое время, я не знаю, сейчас уже нету, на 10-ти шекелевых бумажках было написано, «Шлах и томи», «Отпусти мой народ». И Равицкак всегда, Равицкак Зильбер, он всегда говорил, почему дальше они не написали строчку историю? «Вы я в Дуни а-ля-разе, и будут служить мне на этой горе». Они просто пошли, мой народ. Вы понимаете? Хорошо, так мы вернемся. Так там открывается Творец Моше и говорит, «И ты покажешь эти знаки народу Израиля, и они поверят тебе». Моше говорит, не поверят. Творец говорит, если не пророки, то сыновья пророков они поверят. И дальше вы можете потом посмотреть в Торе. И говорит Творец, что ты, Аарон и старейшины, пойдете к фараону и скажете ему, «Отпусти мой народ, Бог всесильный евреев послал меня», и так далее. Если вы посмотрите на строчки Торы, открывается Моше, делает знаки. Дает знаки, которые передавались от Авраама Ицкаку. От Ицкака Яков. Яков передает эти знаки Йосефу. Йосеф перед смертью своей, этим завершается первая книга Берешит, он говорит эти знаки братьям и народу. Что он говорит? «Покот покадти». Вспоминая, вспомню я. Это знак. И написано в Медраше, что еще в то время жила сэра, дочь Ашера, и когда старейшины пришли и сказали, пришел человек, и сказал, что его послал Творец, и сделал такие-то знаки. Бросил жезл, посох, он превратился в змею, рука его покрыта, проказа не покрыта, вода прекратилась кровью. Она говорит, этих знаков нет ничего, нет доказательства, что именно он. А он еще сказал, «Покот покадти, вспоминая, вспомнила». Она говорит, тогда это он точно. Потому что так получено, что вот это знак, который он даст. Вспоминая, вспомнила. И дальше посмотрим. Идет Моше и Арон, и старейшины. И пришли к фараону Моше и Арон. А где старейшины? Ухли потом. А, так то, что Медраж объясняет по дороге, когда они видели трупы, растерзанные зверями и так далее, постепенно один сказал, мне нужно ребенка кормить, у другого там жена ушла, надо делать бэбиситтер, у третьего надо быстро что-то покормить барашков. Ни один из старейшин не дошел. Но ведь Творец сказал, «Ты, Арон, и старейшин». Так что мы видим, в прямой в Торе написан выбор. У вас есть возможность пойти с Моше и Ароном к фараону. Ну вот то, что выбрали старейшины. Идем дальше, посмотрим. Сам фараон задает вопрос Раму. Ведь сказано было Аврааму, «Я дот и дак и гера и езареха бэрецлолаем, знай и узнай, что потомство твое будут пришельцами в земле чужой, выявдувы и енота, и превратят их в рабов, и будут их притеснять 400 лет». Все хорошо? Сказано. Будут это притеснять и будут превратять в рабов? Так задает вопрос. Как же так? Бедный фараон, он же не отвечает? Написано это в пророчестве. Так? Хорошо, фараон. Он угнетал, он превратил евреев в рабов, он заставлял их строить эти города. Бедные, трудящиеся египтяне. Что такое? На них обрушились 10 ударов. Что вы скажете? Почему? А потому что, когда дал фараон право египтянам приходить в еврейские дома и искать грудных младенцев, они приводили своих детей младенцев. Как искать, если прячут их? Они щипали своих детей, они кричали. А, тогда отзывались им на крик младенца евреев. И тогда они их брали и бросали в них. Хорошая вещь. Одна вещь. Замечательная. Когда, после того, как Муше открылся фараону и сказал ему, отпусти мой народ, так говорит бог евреев, что после этого было, утягчилась работа. И фараон не дает солому евреям. И тогда рассыпался еврейский народ по всему Египту собирать солому. Вот здесь, вот так уже. Тогда эти египтяне уже проявили себя полностью. Больше того, у каждого египтянина было право, после рабского дня страшной, изнурительной работы строить эти города, укрепленные для фараона. Каждый египтянин мог прийти и взять себе евреев, для того, чтобы они служили ему. Этот, 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 топи мне баню. Этот, 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 на голове будет свеча, я буду есть, а ты будешь стоять, когда я буду есть. Не получается так, что человек, это может быть фараон или просто египтяне, получает какое-то наказание, без того, что было преступление. И тогда посмотрим дальше. Написано в Торе. «Ожесточил я сердце фараона и сердце слуг его». Творец ожесточил сердце фараона. Так что же бедный фараон не отвечает? Рамам считает, что все десять ударов, это были, обрушилась казнь на Египет и на египтян за то, что они делали до этого евреям, которых свободный народ превратили в рабов. Но другие решения, другие комментаторы, наши мудрецы говорят, что до пятой казни у фараона был полный выбор. Отпустить – все. А после этого я ожесточу сердце фараона. «Ахбет» написано в Торе. «Ахбет» – это лев паро. Корень слова «кавед» – это тяжелый, но это кавед – печень. Так наши комментаторы, наши мудрецы объясняют, печень, если ее долго варить, она становится все тверже и тверже. О, хозяйки знают. Вы понимаете? То есть вместо сердца у него будет кавед. И тогда что? После пятого удара Творец лишает его выбора. И тогда что? Ты можешь говорить, что ты отпустишь еврея. Пока все казни не опустятся на тебя, пока не произойдет освящение имени Творца перед всем миром, уже ты не сможешь отпустить. Теперь я слышал от одного мудреца. Что думал фараон? Ну что, вот Моше приходит. Творец управляет всем. Дан, Сфарде, Акиним, кровь – это сам Нил, сам идол, которому поклонялись египтяне, в руках Творца. Вы говорите, что он обладает жизненностью? Пожалуйста. Он превратился в кровь. По вашему представлению. Вы поклоняетесь ему? Он дает жизнь. Нил, пожалуйста, он превратил в кровь. Он превратился в кровь, и тогда даже рыбы не могут жить в крови. Хорошо. Сфарде – это то, что уже выходит из моря, из реки на сушу. Это уже часть, которая и связана с водой, и сушей. Теперь Киним, да, вши – это уже то, что воздух, значит, на земле, на воде и на небе. Значит, это уже показатель того, что кто управляет природой, да? Что сказал фараон? Кто такой Ашем? Четырёхбуквенное имя Творца. То-то является источником и жизненной силой всего мира. Его я не знаю. Элоким, имя Элоким, Всесиль, я знаю. Да? Так вот сейчас тебе показывают, кто управляет природой, чтобы ты знал, что я творец на земле. Да. Да. Дам сфарде киним аров. Ох, животные, звери. Уже происходит разделение. Почему-то Равыцкак Зильбер, из экрана Царик Левраха, он приводил такой пример. Самолётами отправили из Египта в Мяша-Арим, купили всякие такие одежды, длинные халаты, прикрутили к меховым шапкам пейсы. Все египтяне ходят с пейсами в длинных этих халатах. Почему-то левый дёт, идёт еврей-египтянин, оба, скажем, выглядят одинаково, этого раздирает, а этого не ест. Евреев не едим. Да. Так эти дикие звери проявились. То есть, уже показывают разделение. То есть, кто-то уже персональное воздействие. Оров, девер. Смотрите. То, что происходит с животными. Рядом стоит корова еврейская, рядом египетская. Почему-то с еврейской коровой ничего не происходит, и египетская тут же рядом падает. Шхин. Бабуот. Рог. То есть, это нарывы на теле человека. То же самое. Только у египтян, у евреев не. И это постепенное, постепенное, что Творец переворачивает мир, который сотворён десятью речениями Творца. В Египте перевёрнутый мир. Во главе пирамиды сидит карлик-фараон, который управляет всем, который пользуется силами нечистоты для своих нужд. Казалось бы, полностью вытолкнули Творца из мира. Кто такой Ашем, я не знаю. Евреев не отпущу. Все удары, которые опускаются на Египет, они учат, это трёхступенчатая основа веры. Чтобы ты знал, что нет подобного мне на земле, когда будет происходить град, соединение двух противоположностей, лёд с огнём. Ударяет льдинка, ещё обжигает огонь. Это кто может соединить противоположности? Только тот, кто всё сотворил сам. Тот, кто установил законы мира. Тьма. То, что для евреев свет, для египтян тьма. И, наконец-то, казнь первенца. Так что же думает фараон? Так объяснил мне один мудрец. Когда происходят такие вещи, Мушек каждый раз приходит и говорит, ну, отпусти, отпусти, отпусти. А он говорит, ну, подумаю, ну, отпущу. Кто пойдёт? Там, отпущу стариков, не отпущу юношей. Отпущу юношей, не отпущу детей. Отпущу всех людей, оставлю скот. Что же он думает? Как же, какое испытание было у него? И вот он объяснил мне, что думает фараон. Что если творец действительно всё может, Мушек, который к нему приходит посланник, он посланник этого всемогущего. Но всё-таки без моего разрешения евреи не могут выйти. Значит, это границы, это Ашам не может. И тогда каждый раз он всё время надувается и сдувается, надувается и сдувается. И это пример, который приводят наши мудрецы. Один царь послал своего придворного купить ему рыбу. Он пошёл, купил, приготовили рыбу. Царь понюхал, это тухлая рыба. И он говорит посланнику, какой выбор ты хочешь? Либо ты вернёшь мне деньги за стоимость этой рыбы, либо ты получишь 30 ударов палками, либо ты съешь эту рыбу. Ну, подумал это посланник и говорит, ну что там это платить. Палки я съем. Начал есть эту рыбу, не может. Хорошо, я готов получить удары палками. Начинает его бить, он говорит, нет-нет-нет, хватит, хватит. Получил 20, хватит. Я лучше заплачу. Так это фараон. Он и получил удары, он и съел эту рыбу, и он и заплатил. Тогда мы смотрим. Казалось бы, нет выбора у фараона. Но когда? После того, как он сам превратил своё сердце в печень, вот тогда уже у него нет выбора. И теперь я хочу ещё одну историю, историю рассказать. Те, как человек выбирает. И эта история сказана, что, и это одна из основ нашей веры, которая сформулирована Рамбамом, что не было и никогда не будет такого пророка, как Моше. Он отец всех пророков, которые были до него и после. Хорошо. У еврейского народа не было, а у народа мира был. И кто это? Это Билам, злодей. И сказано в Талмуде, что он знает дат-эль-йон, знает то, что хочет творец Умитковенли Мродбу. И хочет бунтовать против этого. Объясняет в Талмуде, почему царь Балак, когда видит евреев, которые вышли из Египта, и боится их, он посылает за ним. Он сам, сказано, был косем. Был колдун, у него была птица. Балак бен Ципо, сын птицы. У него была железная птица. Он делал колдовство в практическом колдовстве. Это он был непревзойденный маг. Но в речи, в проклятии непревзойденным был Билам. Он вызывает ему и говорит, я тебе заплачу, сколько ты захочешь, чтобы ты мне проклял этот народ. Потому что кого ты проклянешь, будет проклят. Все. И когда приходят к нему посланники Биламу Балака, он говорит, подождите ночью, я должен спросить у Творца. И ночью он видит действительно сон, и приходит к нему Творец. И какой вопрос задает ему Творец? Кто это люди, которые пришли тебя позвать? Творец не знает, кто это люди, чтобы был выбор у человека. А, Творец не все знает. Этот царь Балак послал, чтобы меня позвать, чтобы проклясть такой-то народ. И я хочу спросить, могу идти, нет? И Творец говорит, не проклина его, потому что этот народ благословлю. Ну, я его благословлю, и в этом он не нуждается. Ясный ответ. Не иди с ними, не проклинай. Все хорошо. Он встает утром и говорит, с вами я не могу пойти. Вы там замминистров, а мне только министры нужны. Приходят они к Балаку, он посылает министров, и премьер-министров. Они приходят, он говорит, подождите ночь. И опять он спрашивает Творца. И Творец ему говорит, если пришли тебя позвать эти люди, иди с ними. Как так? Разве не было понятно, что сказал ему Творец, не проклинай? Понятно. Но только то, что я вложу в твои уста, ты будешь говорить. И там есть уточнение истории. Не с ними вместе, с ними что проклинать, а как бы рядом с ними. Но ты не идешь проклинать. А что увидит Творец, он идет с ними. Так же, как у них в сердце. Ну, как бы Балак боится за свою землю, и он хочет защитить ее. А у Билама желание выкорчевать этот народ. И наши мудрецы объясняют, что в Египте один из советников фараона был Билам. И это его совет был бросать в Нил первенцев. Хорошо. Больше того открывают наши мудрецы. Что он был такой колдун, что благодаря его колдовству никогда евреи не могли бы выйти из Египта. И с этого то, что начинается пасхальная года. Если не вывел бы нас Творец, мы и сыновья наши до сегодняшнего момента были бы рабами фараона. Нету фараона, нету Египта и так далее. Как же мы были бы рабами фараона? Потому что мы бы всегда были в подчинении, в рабстве у ценности Египта. Что же такое ценность? Колдовство, использование сил нечистоты и так далее. Сказано, что злодеи, они стоят над своими идолами. И вот выходит фараон и стоит над Нилом. В сне, который он рассказывает Йосефу. А праведники, Творец всегда находится над ними. И вот Яков видит сон. И вот эта лестница, которая стоит на земле и касается неба, и над ней Ашефа. Принципиальная разница. То есть, это поклонение самому себе. То есть, полностью вытолкнут Творец из того мира, который мы построили. То есть, это Египет. И тогда, кто такой Творец, чтобы я отпустил евреев? И тогда мы видим. Бил-Ам. Он идет с ними, чтобы проклясть народ. Почему? Сказано в Талмуде, он знал мгновение, когда Творец гневается. И он в этом мгновении мог произнести, что? Тосфот. В Талмуде объясняют одно слово. Кал-Эм. Уничтожь. И дальше у пророка сказано. Вспомни ту милость. Которую я сделал тебе, народа Израиля. Что все те дни я не гневался. Потому что не осталось бы Сари Тупалит. Ни Сонэханш или Сраиль. Не осталось бы ничего от кого? От народа Израиля. Так. Дальше он идет. Ну, хорошо. Это мы видим. Свобода выбора. И тут происходит что-то странное с его ослицей, которой он ездил столько лет и так далее. Вдруг она уходит в другую сторону. Он ее бьет. Наконец-то она находится в узком месте. Она прижимает его ногу. Наконец, третье место. Ничего нельзя сделать. Она ложится. Он ее третий раз бьет. И тут Творец открывает ее уста. И она говорит. Ну, Бела, сколько лет мы с тобой уже? Ты на мне ездишь. Я когда-то тебе такое делал. Он говорит. Если бы у меня меч был, я бы сейчас тебя убил. И тут открываются ему глаза. И он видит ангела. И он говорит ангелу, что, мол, такое? И так далее. Ведь Творец сказал мне идти. И ангел сказал ему. Если бы не дал Творец тебе меня увидеть, я бы убил тебя, а ее оставил живых. Отсюда учат мудрецы, что ослица была умиршелена ангелом, чтобы не было охуления, позор для этого, как бы, великого пророка. Потому что даже ослица его не слушает. И предупреждает его ангел, что только то, что я вложу в твои уста, ты будешь говорить. И учит наши мудрецы. По тому пути, по которому человек хочет идти, его ведут. Бил-Ам, когда видит с одного места еврейский народ, прославляет его с другого, с третьего. Казалось бы, вот он прославляет еврейский народ. То, что вложил ему Творец. И он говорит, чтобы я умер смертью вот этих праведников. А какая у него была смерть? Его мечом убивает кто? Пинхас Бен-Элязар. То есть, мы видим. И первое обращение Творца. Не иди. И ослица. И ангел. Что они делали? Они пытались его остановить от того, чтобы он был убит позорным мечом. Но, есть такое, то, что мы говорим. У каждого человека есть право. По тому пути, по которому человек хочет, его ведут. И объясняет Талмуд. Определение человека. Кто такой человек? Что такой человек? Желающий. Тот, кто хочет. То есть, то, что ты хочешь, это и есть человек. Теперь посмотрим. Мы три раза в день, как минимум, говорим один псалом царя Давида. Счастливый, сидящий в доме твоем. Счастливый народ, которого так. Есть там одна строчка. Прямой перевод. Открывающий руки свои. И дающий каждому человеку пожелания. То есть, как бы насыщающий каждое желание. Но я слышал от Гаона Ромыша Соловечика, что память о праведнике была благословена. Это один из комментаторов псалмов объясняет. Открывающий свои руки и насыщающий каждого человека желанием. Что это значит? Скажи мне, чего ты хочешь. Я скажу, кто ты. То есть, определение человека, желающий. Так вот, то, что мы учим по Биламу, по тому пути, по которому человек хочет, его ведут. Но ведь Творец сказал, я тебе дал жизнь и добро, смерть и зло, и выбери жизнь. Так что, Иравам Бен-Навад, или фараон, или Бил-Ам, или старейшины. Кто-то им навязал этот выбор. Это то, что говорит рабе Акива. А коль цофуй. Перед Творцом все открыто. Цофе – это тот, кто видит сверху. У Творца нет рамок. Ни пространства, ни времени. Все открыто. Но кто отвечает за тот выбор, который он сделал? Только сам человек. Теперь мы зададим себе вопрос. Вот человек, казалось бы, нарушает волю Творца. Так, замысел Творца не реализуется? То, что сказано у Творца, и увидел Творец, все, что он сотворил, и вот «тов меот». Очень хорошо. То есть, все то, что сотворено, как мы учили с вами, что значит «тов», обязательно реализуется. А как же мой выбор? Я ведь могу выбрать, казалось бы, нарушать волю Творца. Выбрать смерть, выбрать зло. План Творца реализуется. И то, что в плане Творца, что должны произойти какие-то события. То, что должен быть народ, который будет угнетать еврейский народ. Тот, кто будет их притеснять и превратить в рабов. Но кто сказал про тебя, конкретного египтянина, что это должно произойти через тебя? Я задавал вопрос. Ну, самый главный злодей 20 века. Гитлер, Сталин. Хорошо. Ну, Мао Цзэдунчик там можно присоединить. Ну, они бедные, родились. У них было написано, что они будут вот этими главными убийцами мира. Первое место в мире по количеству убитых своего народа. Сталин и Махшмова Зякова. 30 миллионов, 50 миллионов. Он же бедный, ничего не мог сделать. А в чем же заключен ответ? Не родился Иосиф Сталин. Родился Иосиф Джугашвили. Который учился в семинарии. Который писал стихи. То, что он выбрал роль палача Сталина, вот за это он будет давать отчет. Гитлер не родился Гитлером. Адольфик Щикельгрубер родился. Художник, который писал пейзажи, писал городские пейзажи и так далее. То, что он выбрал для себя роль Гитлера, вот за это он будет давать отчет. Вы понимаете? И то, что говорит Рамбол. Человек рождается с определенными качествами характера. Но в его руках изменить себя. И это то, что мы учить будем в следующей Мишне. То, что То есть, хорошие качества они предваряют Тору. А Тора предваряет нет хороших качеств без Торы. Это то, что мы будем учить. Так что мы видим? Что каждый человек, то, что говорит Рамбол. Его в его руках склонить себя и быть праведником, как Моши Рабейну. Либо склонить себя и быть злодеем, как Яравам Бенавад. И это в руках каждого человека. Это в прямую то, что сказано в Торе. Я дал тебе жизнь и добро. Смерть и зло. И Творец, как любящий Отец, говорит. Я тебе даю совет. Выбери жизнь. Так мы понимаем, что все то, что предлагает нам жизнь. Все те испытания, которые посылает нам жизнь. Мы говорим жизнь, что определение Творца, как жизнь, жизнь. Дальше, как мы поведем себя. Какой будет выбор наш. Это либо наш заработок, либо наш с другой стороны. Но это то, что сказано про наш народ. Счастлив народ, у которого так. Счастлив народ, который знает день трубления. Весь мир живет. Первая тишерая. Ходят на стадионы, в баню, к зубному врачу. А мы знаем, это день суда. Роша Шина, день суда. И тогда подводятся все итоги. Меня спросили, ну а что нам делать? Мы не такие большие праведники. Мы не такие большие злодеи. Ну так что? Оказывается, каждое мгновение правильного выбора, это и есть связь с источником жизни. Чем больше человек выбрал вот это, и чем больше он узнал, тем больше он жив. А мы сказали, жизнь, она не может умереть. Умирает соединение вот это, может разделиться. Поэтому чем больше я выбрал здесь жизнь и добро, тем больше я выполняю свое назначение, тем больше я живой. И чтобы творец нам помог выбрать жизнь. Да.